Кубань 24 Кубань 24 Кубань 24 Создали новый департамент охраны окружающей среды и лесного хозяйства. Его возглавил Андрей Петрович Платонов. И мы констатируем факт, что в этом году, я думаю, что мы перейдем к конкретике. Это человек с определенной позицией, с взглядами. И он считает, что развитие чайной отрасли должно быть. Несмотря на то, что пусть это сельскохозяйство не приоритетный проект для Сочи, но тем не менее нам нравится его подход. Вообще инвесторы Вами интересуются? Чайная отрасль интересна людям, которые готовы вкладывать деньги? Ну, тут действительно есть, вы правильно говорите, соль. По той причине, что это дорогостоящий и долгоокупаемый проект. То есть, как минимально, это 5-7 лет. Но тем не менее, если посмотреть на нас, нам это интересно, мы сюда идем. Вы говорили как-то о создании чайного кооператива. Этот проект удался? Получился? В 2017 году мы создали первый чайный кооператив. В него вошли такие исторические хозяйства, как Салахалурский чайный совхоз, Хоста чай и наша компания Бьене Краснодарский чая. Мы смогли уже презентовать его на Кубанской ярмарке с 2017. Мы создали фирменный стенд, разработали унифицированную упаковку, где смогли представить разные продукции, но в одной упаковке, чтобы действительно все было компромиссом полностью. И в бумаге, и на листе, и на упаковке. И даже были достойны награды Министерства сельского хозяйства. Также смогли его представить на Дне Кубани в Москве под патронажем губернатора Краснодарского края Венина Ивановича Кондратьева и мэра города Москвы Собянина. В общем, есть неплохие задумки, планы. В 2017 год это был претирочный год, а в 2018 году мы, я думаю, что начнем опять тоже определенные конкретные действия. При том, что та продукция, которую делает чайный кооператив, она идет по каналу Хорика. То есть у нас уже есть успешные сотрудничества с 30 ресторанами Краснодара. Поэтому мы потихонечку, последовательно, но тем не менее идем к нашей цели. Кстати, вот по поводу реализации продукции в ресторанах, кафе. То есть насколько успешно получается ли? Потому что, ну, давайте смотреть правде в глаза, не во всех ресторанах можно увидеть краснодарский чай. Безусловно, вы полностью правы, потому что это отдельный рынок, есть со своими особенностями. Здесь необходимо, помимо хороших продаж, помимо хорошего продукта, еще и предлагать в том числе и тару. Это должно быть, допустим, или самовар, либо это должны быть кружки, посуда. То есть это такой сформированный свой рынок. И мы, когда пришли в него, не думали, что он будет достаточно затратным. Но тем не менее успех есть, 30 ресторанов в Краснодаре, это не весь Краснодар, но это уже хорошее подспорье. И в целом по краю мы можем похвастаться порядка где-то 70 ресторанов, санаторий, где мы уже представлены. В том числе, если вы будете отдыхать на Красной Поляне, в Гранд-отеле, вы будете пить краснодарский чай. Нам это приятно. Но этого мало, надо расширяться. Согласен. Будете, планируете, то есть у вас перспектива? Да, безусловно, есть планы, есть проект. Планируем, что 2018 год для нас будет более решающий. Есть, правда, особенности, потому что мы предлагаем не только среднеценовый сегмент, мы предлагаем, более того, чай ручного сбора. А он, как правило, цена его выше среднего. Это, как правило, от 3,5 тысяч рублей за килограмм. И здесь рестораны, с одной стороны, могут позволить, но при этом потребление его тоже относительно ограничено. Но мы выбрали этот путь, и по нему, в принципе, достаточно успешно идем. Но вот чай премиум сегмента пользуются спросом, покупают? Или вы его так вот для избранных делаете? Чай премиум сегмента – это продажи фирменных магазинов, это продажи канал Хорика, это рестораны, отели, санатории. Если мы говорим про масс-март, то, как правило, это все-таки цена среднеценового сегмента. Торговые сети не могут себе позволить, чтобы на полке стоял дорогостоящий продукт. Для них важна окупаемость, это финансисты. За определенный период времени должно пройти определенное количество товара. Здесь, конечно, мы тоже должны играть на их условиях. Ну, чтобы вы понимали, сколько должен стоить хороший чай в среднем сегменте, не дешевле, допустим, какой-то суммы? Да, если мы говорим про средний сегмент, то не дешевле 100 рублей за 100 грамм. Если мы хотим взять очень хороший чай, где почувствуют букет, аромат, то это уже будет 1000 рублей за 100 грамм. Ну и ваш совет, как специалисты, вот люди, которые приходят в магазин, приходят в супермаркет, да, они выбирают чай. На что обратить внимание? Как читать упаковку? Я буду банален на цену, да, это самое первое. На что можете обратить внимание? Да, вы можете обратить внимание на упаковку, чтобы там были написаны все сертификаты, написаны все стандарты, которые требует от нас Роспотребнадзор. Если есть возможность посмотреть, открыть пачку внешний вид, то он не должен быть серый, он должен быть хороший аромат сухого листа, не должно быть там запаха плесени, да, там она будет легкой, но тем не менее вы сможете ощутить. То есть чай, он ценен, если он срок годности его там не более года. Чем свежее, тем лучше. Судя по продаже вашей компании, что сейчас пользуется спросом? Классический, допустим, там черный, зеленый чай? Или сейчас потребитель выбирает какие-то смеси, добавки и прочее, прочее, прочее? Вы знаете, рынок стабилен от года в год, больше пользуется спросом черный чай. Более того, к сожалению, мы считаемся чайной страной, но тем не менее, порядка 60% продается пакетированный чай. То есть, как ни странно, как мы много не говорим о качестве чая, мы и страной пьем. А почему как дует? Это что, лень наша такая, быстро заваритель? К сожалению, наверное, да, и в том числе есть. У нас в крови определенная лень, никуда не денешься, поэтому нам тоже приходится ориентироваться на рынок. То есть, это бизнес, и мы действительно готовим много пакетированный чая. Конкуренция на рынке? Если говорить о масштабе России, то мы занимаем не более 1%. То есть, нам есть куда идти, нам есть с кем конкурировать, нам есть куда стремиться, мы это понимаем. И у нас, в общем-то, есть позиционирование, что мы отечественный и качественный продукт, да. У нас есть богатая история, да, которую мы можем сочетать с нашим продуктом, да, и просто хороший вкусный чай. Если мы говорим про внутренний рынок, региональный, потому что есть конкуренция среди совхозов, то она тоже есть, да. Но она тоже относительно жесткая, да, и тоже приходится конкурировать. Но это даже хорошо. Вы знаете, когда здоровая конкуренция, это хорошо, да. А она здоровая? К сожалению, не всегда она здоровая, и нам приходится сталкиваться с таким моментом, да. Иногда те компании, которые громче кричат, что там у нас самый лучший чай, не всегда это соответствует действительному, а наоборот. Поэтому здесь лучше идти ровно, не отвлекаясь, и идти к своей цели. Я правильно понимаю, что чай под названием «Краснодарский чай» выпускаете не только вы? И как здесь быть? Да, действительно, раньше было 6 чайных совхозов, сейчас 5 чайных совхозов. Из них 3 компании, которые работают в массовом сегменте, остальные работают на фирменные точки, в том числе на Хорикю. И здесь важно просто, ну действительно, соблюдать определенный баланс, да, определенный компромисс, наверное, какое-то должно быть чувство совести, бизнес-совести, да, и здесь идти вперед. Ну, не отвлекаться просто на эту отрицательную конкуренцию, потому что чем больше она отвлекаешься, тем меньше ты тратишь время, энергии на развитие вот именно в положительном плане продаж, маркетинга. Если говорить об интересе «Краснодарскому чаю», да, потому что, судя по опросам, жители Краснодарского края пользуются спросом та продукция, которая сделана на Кубани, не знаю, кубанская молочная продукция, кубанские вина. Вот видите ли вы интересы у жителей Краснодарского края именно к «Краснодарскому чаю»? Безусловно, есть политика развития региональных брендов, они сейчас немало говорят. Есть, допустим, тульский пряник, да, есть оренбургский пуховый платок, есть башкирский мед. Также мы должны развивать свой бренд региональный, там, краснодарский чай. Это политика и налоговых поступлений, да, и политика, опять же, представления рабочих мест, да, и политика имиджевая, то есть, и на самом деле, в принципе, и власти здесь фокусируются, и мы сделаем максимально, чтобы это было подскорить для наших продаж, да. И я думаю, что у нас по чуть-чуть, но получается. Это действительно нужно, тем более, что то, что сделано на Кубани, это сделано, в общем-то, там, со вкусом. Есть история, опять же, история не только нашего бренда, история в целом, потому что Кубани это была жительница, и всегда производили хорошие продукты. И, наверное, да, здесь можно сказать, что вот сейчас то, что делается, есть бренд, да, сделанный на Кубани, это хороший маркетинг, который поможет, то есть, некий дополнительный маркетинговый паровоз. Которые компании кубанские могут использовать на территории других регионов, да, и это будет превращаться в хорошие продажи, опять же, это будет в рубли, которые будут поступать в казну Краснодарского региона, да. Поэтому я полностью присоединяюсь за такое словосочетание и вот то, что вот сейчас администрация выводит на рынок России. В связи с администрацией, насколько краевая администрация, может быть, на государственном уровне интересуется отраслью, интересуется переработкой, производством чая? Ну, мы признательны, что на самом деле сейчас плотненько чайную отрасль курирует Андрей Николаевич Коробко, и он всячески, несмотря на плотность графика, он пытается и участвует во всех встречах, совещаниях, которые относятся к чайной отрасли. Это говорит о том, что это, значит, к отрасли не безразлично, да, и в прошлом году законодательное собрание края дополнительно, то есть обратило внимание, приняли закон, закон о чае, и есть субсидирование, политика субсидирования, деньги идут на рекультивацию. То есть, в общем-то, шаг за шагом государство оказывает помощь. Ну, прогноз, по вашему мнению, оптимистичный на будущее? Ну, прогноз всегда оптимистичный, если бы с другим прогнозом надо сидеть дома, не выходить, смотреть телевизор и, в общем-то, ничем не заниматься, да, но это неправильно. Спасибо большое, Серафим Викторович. Спасибо. С нами в открытой студии был генеральный директор объединения «Краснодарский чай» Серафим Кимченко. Мы продолжаем работать на российском инвестиционном форуме. Оставайтесь с нами. Спасибо. 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 Спасибо.